Всем привет! Вы на канале ТопАрмия. 11 июля глава Министерства обороны России Сергей Шойгов проинспектировал предприятие ВПК в Татарстане и осуществил проверку выполнения ими гособоронзаказа. В частности, руководитель ведомства посетил АО «Рамдизель», ПАО «КамАЗ», АО «Казанский оптикомеханический завод» и Казанский авиационный завод имени Горбунова. Так, на видео с территории КАЗ засветился очередной модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М. Также была замечена сварка деталей четвертого и пятого по счету бортов будущих усовершенствованных «белых лебедей» в цехах предприятия. В процессе визита министру доложили, что в 2023 году предприятие передаст ВКС Российской Федерации два новых Ту-160М и пару модифицированных стратегов Ту-160. Кроме того, Шойгу проинформировали, что авиапроизводитель одновременно занимается изготовлением еще двух бортов Ту-160М. Заметим, что на прошлой неделе ПАО ОАК заявило, что стартовал этап госиспытаний первого опытного Ту-160М, модернизированного варианта Ту-160. Напомнив о прохождении этим бортом заводских испытаний перед этим, впервые Ту-160М поднялся в небо в январе 2022 года. Второй Ту-160М взлетел в декабре того же года, при этом до конца 26 года ВКС Российской Федерации должны получить 10 единиц новых Ту-160М и 16 бортов модернизированных, их числа находящихся в эксплуатации Ту-160 и доведенных до улучшенного варианта. А что думают зрители канала Тупарми о модернизации бомбардировщиков Ту-160М? Какие вы видите преимущества и возможные риски в этом процессе? Как вы считаете, какая роль этих новых бортов может сыграть в современных военных операциях? Будьте любезны, поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании под роликом. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока.